Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. Ну, то есть, прикиньте, да, просто взял ее так, огрел хлыстом. Он там пишет про нашлепки для задницы. Как красиво и поэтично можно описать перепих. Габоненко, запомните эту фамилию, слышу я вот там, господи. И каждый раз здесь какая-то шняга летом происходит. И я один раз забыл про это. Ну, то есть, я, в принципе, помню, назначил здесь экскурсию у колонны. Вот я потом и стал людей предупреждать. Я вам сейчас поставлю фотографию с видом вот туда. И вы поймете, что было время, когда здесь не было, естественно, этого всего по понятным причинам. Это примерно тот вид, который представал перед нашим великим классиком Тургеневым, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Я по традиции выписал себе всевозможные отрывки из его произведений. И сразу хочу сказать, вот для тех людей, которые, знаете, вот всячески как бы возмущаются тем, что кто-то пытается находить что-то и принижать роль дворянства и так далее. Я нисколько, никаким образом роль дворянства ни в чем не принижаю. Я просто сразу вот вам с места в карьере. Смотрите. «Дворянское гнездо». Одно из программных произведений Тургенева. Анна Павловна, это она из героинь, закричала благим матом и закрыла лицо руками. А сын ее побежал через весь дом, выскочил в отбор. Анна Павловна, это дворянка. Неужели она закричала благим матом? То есть неужели дворяне ругались матом и знали эти слова? Да более чем на самом деле. Просто, ну, Тургенев он не Генри Миллер, и уж тем более не Сорокин, поэтому он не будет писать определенные вещи. А это очень показательно, потому что именно так мы воспринимаем эти произведения нашей русской классики. Обратимся к другому источнику, который я уже цитировал в выпуске про Гончарова. Обыкновенная история. Этой цитаты не было, поэтому специально для вас. А вон Лужок, где ты играл, это приезжает Адуев с деревни, уже поврослевший ему рассказывает, соответственно, его мать. Бывало с ребятишками, такой сердитый был, чуть что не по тебе и закричишь благим матом. Да неужели и дворянские дети тоже матом ругались? Да не может быть! Как же мы должны трактовать слова великого классика Гончарова? Да вот так, на самом деле, потому что они все прекрасно знали. Ну, любимая моя эпиграмма Александра Сергеевича Пушкина, которую я неоднократно цитировал. Орлов с Истоминой в постели, в унылой ноготе лежал, не отличился в дряхлом теле достопочтимый генерал, не думав милого обидеть, взяла Лаиса микроскоп, Лаиса это по свиданиям сценический, и говорит, позволь мне видеть, мой милый, чем меня ты. И поэтому эта эпиграмма была написана не для печати, безусловно. Поэтому все они прекрасно знали, все они прекрасно употребляли, и именно про это мы опять-таки сегодня будем говорить, потому что первая часть нашего марлезонского балета будет посвящена теме интимных отношений, то есть прости господи сексу. Поскольку опять-таки вот эти розовые очки и фиалки промеж ягодиц, которые падают у хаджески настроенных граждан, они не позволяют им понять на самом деле суд происходящего. А суд происходящего очень простая. Все было примерно как в наши дни, только с определенным флером. Если мы перевернемся сейчас и посмотрим на ту сторону, то мы увидим засаженную вот эту исполнаду деревьями. Это считается одной из градостроительных ошибок на самом деле. Это в 1980-х годах этот был парк разбит. А вот если мы посмотрим на фотографию эпохи Тургенева, то мы увидим, что там такой чахлый проходит бульварчик, надевший руки боливар, Онегин едет на бульвар. Именно на этот бульвар действительно Онегин приезжал. Об этом есть, кстати, в моем путеводителе очень подробно написано. Это было такое место на всех посмотреть, себя показать. А вот там, вот этот дом, номер один на Невском проспекте, вот я вам сейчас подставлю картинку, которую я нашел на сайте Рейкс-Мюзеема. Это музей в Амстердаме, где я когда-то любовался Рембрандтом, Иван Гогом. И там мы видим на самом деле надпись большую, Децеара. Вот я очень жалею, что ее у меня не было, когда я выпускал свой путеводитель Минский с Персом, потому что прямо виден дом, вот этот угловой, где был со стороны Адмиралтейского проспекта отель Лондон, один из самых понтовых и преливегированных. А Децеара – это магазин, который еще застал Тургенев, потому что он торговал истампами. Ну и, собственно, про разговор знаменитый Достоевского и Суворина о взрыве в Зимнем дворце, который происходил возле окон этого магазина, как раз тоже в моем путеводителе написано. Я уж не буду это 28-й раз повторять. Итак, мы начинаем с вами... Да, у нас сегодня такой маршрут, который идет по возможным и конкретным тургеневским местам Петербурга, потому что он, конечно же, здесь бывал и неоднократно. Он был самой гуще литературных событий, принимал участие и в журнале «Современник», близко знал Некрасова. Ну и про то, как поссорился Толстой с Тургеневым, я уже рассказывал в выпуске «Классики без соплей», трэш-угар русской литературы. Сегодня мы уже будем непосредственно по романам в Тургенево проходиться. «Первая любовь». «Я пожирал взором этот стройный стан и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними». То есть обратите внимание, на что обращают внимание, обратите внимание, на что обращают внимание, да. Мы включаем курсы риторики. Подросток. Вот если бы он увидел сейчас операторшу, которая держит в руках GoPro, которая одета в такую короткое платьице, и вообще все там на месте, то боюсь, что не про шейку, конечно же, он бы думал, поскольку не могли они, опять-таки, писать про какие-то более конкретные вещи, и о чем я уже рассказывал, и о чем еще буду дальше говорить. Но вот стройный стан и шейка. Шейка. Это кусок тела женского, который виден. Поэтому он его так и возбуждает. Дальше. Я вот эти все отрывки, на самом деле, я их выдергиваю из повествования, просто компоную по теме. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником. Я, кажется, охотно полоскал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. Ну, здесь надо знать, конечно, немножко еще судьбу Ивана Сергеевича Тургенева. Я о ней, наверное, расскажу подробно во втором выпуске, когда мы будем более пристально касаться темы дворянства. Но сейчас это называется футишизм, да, или как там это, вот, да. Посмотрите, прекрасный монолог из Pulp Fiction, криминальное чтиво, где они обсуждают то, что массаж ступни – это уже как бы типа секс или не секс, да. Но вот он действительно к этим ботиночкам приник, потому что, опять-таки, это ножки. Ножки – это то, что всех волновало, поскольку ноги никогда ты нигде женские не увидишь, кроме как болеть. А болеть еще, пойди-попади, потому что билеты не всегда можно было и купить, их часто расхватывали. И вот этот вот юноша стоит в саду и наблюдает за своей любовью в окне. И что он видит? Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался и тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой, это был мой отец. Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Зачем это отец ходит ночью по саду? Ну, червей, наверное, пошел копать для рыбалки, да? Когда опять утихло вокруг, я аж в траву нырнул, но даже искать его не стал, мне было очень стыдно. И тут он начинает думать, что отец в итоге пошел в дом, где живет его любовь. То есть, понимаете, ну, она немножко старше этого главного героя, а для отца в самый раз, в самый сок. О чем он вспоминает? Что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней. Что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул, и в свою очередь сказал кое-что жестокое, якобы об ихних летах. Об ихних летах, это имеется об летах его матушки. Ну, то есть, он не сказал, что ты, мать, уже немножко это, да, а я еще полон силы, поэтому пойду я к молодухе. Ну, вот опять-таки, так видите, Ивата, это все здесь сказано. Из-за этого он начинает делать вывод, неужели он пошел к его любовью? То есть, тот по ней страдает, сходит под окнами, там, явно потом дружит с правой или левой рукой. А отец тем временем пошел и воспользовался ситуацией по назначению. Дальше, ну, я иногда просто какие-то забавные вещи буду цитировать. Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение, но он точно же захохотал. Вот это, простите, жидовское выражение. Иван Сергеевич, вы как бы что имели в виду под этим? Я просто писать себе представлю. Ну, то есть, короче, еврейское, да, еврейское выражение это как бы какое. Но, видать, был, может быть, какой-то внутренний мем, да, которым они это обозначали. Он же писал, естественно, с расчетом, что его будут понимать, а его прекрасно понимали и все умели считывать между строк это все. Поэтому вот было некое жидовское выражение. Мы потом еще поговорим еще про один тип выражения, геморроидальный. И вот он понимает, что отец ходит, просто трахает, как бы, его любовь. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она, молодая девушка, но все-таки княжна, то есть она княжна и, в общем, представительница дворянского класса. И в этом случае, конечно же, если у них что-то происходит с отцом, отец должен, она не жениться, но не с ее отцом не имеется в виду, с отцом главного героя, понятное дело. Решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный и имея возможность выйти замуж, хоть, например, за Беловзорова, но это один из тех, кто за нее хлестовал. Ну, что же она, на что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? О, Боже, какие страсти! Она отдалась мужику и полностью себя погубила. Неужели княжна могла вот так приблёбодействовать? Ну, коли она в детстве матом ругалась, что бы ей ни... Ну, то есть, на самом деле же, с другой стороны, ну, а что в этом такого? Ну, вот, встретился мужик, понравился, да, он там, видать, умеет за девушками ухаживать. Ей уже за 20, на самом деле, в отличие от главного героя. Ну, да, отдалась. Чего? Может быть, ей было хорошо. И, судя по всему, ей было хорошо, что мы поймем. То понос, то золотуха, то одно ломается, то другое ломается. Сейчас, как бы, карта зависла. В общем, проходит несколько лет, да, и главный герой с отцом едет на лошадях. И он понимает, что они заезжают в тот дом, где живет вот эта вот Зинаида, любовь его. И он начинает наблюдать. Он увидел отца, стоящего возле окна. Она из окна к нему, соответственно, так полонаклона с ним о чем-то разговаривает. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Потом послушали слова «Вы должны избавиться от этой». Это она говорит, судя по всему, «Вы должны избавиться от этой». Ну, то есть, она ему, видать, намекала, что вы должны, чтобы ко мне продолжать ходить, избавиться от своей законной супруги. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с пола своего сюртука и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Хренаси. Как тебе такое, Илон Маск? О, вот здесь я очень люблю рассказывать историю. Ну, это какие-то новые произведения искусства. Я, короче, когда разбирал сарай у себя на даче, я нашел, ну, во-первых, очень много уголков. Я-то учился на столяра, а мои там коллеги по пролетарскому цеху многие учились на газосварщика. Вот эти уголки, это прямо вот, ну, как у нас доски, так у них уголки. И там была куча всякие лопаты старые, грабли и так далее. Я сразу думаю, господи, почему я не газосварщик? Я бы сразу такую композицию сделал. И вот я иду, и что я вижу? Почти, так сказать, моя идея. Кто-то, возможно, тоже сарай разбирал, и вот видите. Причем, ну, это что, может быть, это концепция, она такая ржавая. Ну, то есть, может быть, надо было хоть чем-то покрыть, каким-то слоем, чего вы не... Ну, по барабану. Эписов, модерн арт. Вот я иногда думаю, может, я не тем занимаюсь? Ну, потому что, в принципе, как бы, берешь и творишь. Вот здесь очень круто, прямо шурупами прикручено вот к этому произведению искусства. Вот здесь можно показать. То есть, просверлено перфоратором и сделано. И книги, прижатые камнем. Это, видать, Тургенев, а это цензура, которая на него давит, возможно. Ну, то есть, прикиньте, да, просто взял ее так, огрел хлыстом. Но! Реакция! Я едва удержался, чтобы не скрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно, поднеся свою руку губам, поцеловала залевший на нем рубец. Мама дорогая, это что у них там за отношения? Мама дорогая, То есть, может быть, 50 оттенков серого просто не застали Ивана Сергеевича Тургенева, прикиньте, как он хорошо бы это описал, да? То есть, она поцеловала его рубец, отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо, взбежав по ступенькам, крылечко ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинула голову, тоже отошла от окна. Ну, то есть, она вместо того, чтобы убежать, она наоборот. Зачем он ломанулся в дом, интересно? И почему она отвернулась от окна, запрокинула голову и вытянула ему навстречу руки? Одна из которых, я хочу напомнить, с рубцом. Может быть, чтобы продолжить, так сказать, немножечко, как это говорится, «de tu et de rien», да? То есть, говорить обо всем и ни о чем. «Pare de tu et de rien» это вот такой светский разговор. Наверное, ради этого, правильно? Причем, опять-таки, ты когда читаешь эти произведения, ну, там, в молодости, как-то не обращаешь внимания на эти моменты, а сейчас более чем. Тут очень интересно, что отец мой... У вас шикарный наряд и ракет. Мы всю дорогу любуемся. Любуйтесь, мой, любуйтесь. Я только, так сказать, за. Да. Значит, ну, вот, кстати, о птичках. Но это не совсем тургеневская эпоха. Я уже показывал эти штуки, да? Но это уже к Толстому имеет отношение. Я буду делать про Толстой выпуск. Он там пишет про нашлепки для задницы специальные. Вот это вам, пожалуйста, иллюстрация. Ну, вообще-то, идем через дворы капеллы, но у нас, как бы, сегодня экскурсия про другое. По-моему, я тут уже ходил и не раз, даже и на видео. Поэтому с экскурсиями я тут постоянно шарюсь. Дальше. Лошадь звали Электрик. Ну, на самом деле, возможно, Электрик. Да, но это не имеет свой вид не Электрик Васильевич, который приходит к вам чинить проводку. Нет. Дальше мы спасибо. Дальше мы переходим к роману накануне, при том, что, ну, я решил не выстраивать в хронологическом порядке написание романов, просто это имеет отношение вот к мемориальной доске, которую мы с вами скоро увидим. А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои. Ну, там два главных героя, вот один из них рассказывает. Один такой, знаете, весь такой на шарнирах веселый и так далее. У Зои, да, у Зои, что прикажешь делать? У нее плечи так хороши. Плечи? Ну, да, плечи, руки. Ну, то есть, вот вы сидите в бане и обсуждаете Зою. И один говорит, да, плечи у Зои, что надо. Так, да, сейчас происходит. Плечи у нее хороши. Вот смотрите, дом, и вот даже не сразу заметишь вот это. Здесь с 58 по 60 год жил великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Значит, здесь он читал свой роман накануне «Дворянское гнездо», и здесь он посрался в пух и прах с Иваном Гончаровым, потому что Гончаров, ну, он стахановец, да, он там некоторые романы десятилетиями писал, а он ну, до этого, пойдем туда, пройдем, зачитывал, значит, отрывки из романа «Обрыв», и Гончаров обвинил Тургенева в том, что Тургенев просто подсвистнул у него идею романа. Ну, и, в общем, вот скандал, интриги, расследование среди писателей и хорошо, что тогда не было блогов, ютуба и все такое и прочее. Прикиньте, как бы они сейчас бы, да, зарубались бы по эту тему. А вот здесь очень тоже интересный элемент, ну, он современный, хочу сказать, но выглядит как старинный. Вот, это для того, чтобы вашу грязь с подошв, галош ваших встряхивать. пойдем тогда вот там вот так вот перейдем и вернемся уже по той стороне. Большая конюшенная улица в годы Тургенева так и называлась, она потом в советское время была переименована в улицу Андрея Желябова. Прикиньте, сказать бы, да, кому, что в честь человека, организовавшего взрыв в землях дворце, имевшего непосредственно отношение к убийству Александра Второго, будет названа улица, а потом она перестанет называться его именем. Так вот скачет идеологический маятник. Девушка с виду горничная стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином. Из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подворотка, едва виднелась ее круглая шейка, а, круглая щечка и тонкая шейка. Ну вот, понимаете, все, любой кусок женского тела, любой кусок женской кожи, который виднеется, сразу же определенные вибрации внутри мужского тела создает. И вот, он описывает определенную ситуацию, как вот они встретились и разошлись. Вот там вот Невский проспект, мы до него не дойдем. А, или мы до него дойдем. Как я хотел, ну давайте тогда пойдем в ту сторону, чтобы там чуть-чуть двориками пройти. я не помню, снимал я в этом дворе. Ну, у меня был выпуск про Петра Кирхи однозначно с пастором этой церкви. Ну, в общем, не важно. лишний раз что не пройти. Все равно большинство из вас даже смотрели, вряд ли прямо видели все это наизусть. Можете все это повторить, я имею ввиду. Так, два малоизвестных господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос, щеки и, тотчас же миновав друг друга, принимают прежнее равнодушное или угрюмое, большей частью гемороидальное выражение. Вот еще один тип выражения. То есть, мы уже встретили с вами жидовское выражение лица и гемороидальное выражение лица. Но я рассказывал в выпуске про Обломов, что там один из героев в обрыве он страдал от геморроя и крайне обрадовался, когда выяснилось, что геморрой открытый, что не надо ехать на воду. Но почему они страдали от геморроя, несложно догадаться, они очень много ели и очень мало двигались. Поэтому надо было совершать Мацелон, который делает Обломов в конце романа. Шубин проводил ее до двери. Елена Николаевна, шепнул он ей на пороге, вы топчете месье Поле, вы безжалостно ходите по нему, а месье Поле благословляет вас и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмачков. Помните в первой любви, что он готов был целовать ее носочек, ее ботиночка, а вот тут месье Поле готов лизать подошвой, даже не ног, а подошвой ее башмаков. Опять снаетучить, пышечную. Мы были там с Мариной в нашем выпуске Бары и Кафе Питера. Если вы хотите немножечко погрузиться в атмосферу совка, поесть абсолютно невкусных пышек с отвратительным кофе, и где вам скажут, ну, у нас как бы только наликом или переводом, сходите в это прекрасное заведение, поностальгируйте. да, вот, кстати, там, ну, главной героиней Елена, она влюбилась в болгарина, да, который там все грезит про освобождение своей страны от османского ига, и она собирается не бежать. И он ее спрашивает, ну, не в деньгах дело, то есть, что много или мало денег. Елена, паспорт, твой паспорт, как с этим быть? Контекст, понимаете, или нет, я миллион раз об этом рассказывал, что у женщин не было паспортов, тем более у незамужней, да, барышни, откуда у нее паспорт? Она записана либо в паспорт отца, либо в паспорт лужа, поэтому для того, чтобы ей выехать за границу, нужно организовать паспорт. Этот отец должен, соответственно, выдать ей со своего барского плеча отдельный вид на жительство. И вот поэтому он ее спрашивает, деньги-то хрен с ним, деньги найдем, а вот с паспортом что делать? Елена, продолжал он, я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя, зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собой, когда вся кровь моя зажжена, ты моя, говоришь ты, ты меня любишь. Ну что, пойдем с этой стороны. Дмитрий, повторила она, испыхнула вся, еще теснее к нему прижалась, Елена, сжайся надо мной, уйди, я чувствую, я могу умереть, я не выдержу этих порывов, вся душа моя стремиться к тебе, подумай, смерть едва не разлучила нас, и теперь ты здесь, ты в моих объятиях, Елена, она затрепетала вся, хватит ржать, так возьми ж меня, прошептала она, чуть слышно, но вот Тургенев, надо дать ему должное, он хотя бы, блин, прямыми словами пишет, возьми ж меня, и он ее берет, за руки, конечно же, он ее берет за руки, и, 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 вот, в общем, отдалась она этому болгарину, помните, я рассказывал в Обломове, ну, в выпуске про Обломова, как Ольга Ильинская идет на хитрости, чтобы быть одна из дома и встретиться с Обломовым, потрясающе, здесь паспорт, пастор, очень имарной, ну, то есть у нас был выпуск про синагогу, и просто не все знают, что у нас был выпуск вот отсюда, там просто раньше бассейн был, внутри, а мы даже забирались вот на ту колокольню, и я даже подснял Невский вот сквозь жалюзи этой высокой башни, можете просто загуглить, Павел Перес, Петри Кирхи, и найдете это видео, ну, ну, как бы, ну, она вышла одна, что в этом такого? все очень сложно, отцу нравится жених, продолжает Николай Артемьевич, размахивая сухарем, а дочери что это за дело? Это было хорошо в прежней, патриархальной времена, теперь мы все переменили, ну, замуж же, туса, мы это все изменили, да, ну, замуж же, шанжи, это менять, прошедшее время, смотрите, мы сейчас пойдем через очень романтическую калиточку. Дальше. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает, что ей угодно, отправляется одна по Москве без лакея, без служанки, как в Париже, и все это принято. На днях я спрашиваю, где Елена Николаевна, говорит, изволили выйти, куда, неизвестно, что это, порядок. Вот что это, баба, читайте, что угодно, смотрите, что угодно, ходите одни, непонятно куда, безотчетно, это вообще что такое, возмущается Николай Артемьевич, человек старой закалки. Теперь мы переходим к следующему произведению, он называется «Дневник лишнего человека», и вообще вот это словосочетание «лишний человек», оно потом было взято на вооружение для того, чтобы объяснять вот судьбу там Печорина, допустим, Лермонтовского, Пушинского, Онегина, так и называлось, «Лишний человек», то есть это человек, который не может себя найти, но при этом у которого есть бабки, то есть он может вполне себе существовать, но вот от от скуки порой, от незнания жизни, либо от какого-то склада характера, ну короче, понимаете, когда тебе жрать не надо, заботиться о том, что пожрать, то, в общем-то, наступает феномен лишнего человека. Значит, там Чулкатурин, такой главный герой, и вот он опять удивительно влюбляется в Лизу. В сущности, это ему было не совсем должно быть приятно, но Лиза ему очень нравилась, при том, он еще тогда не достиг своих целей. Что значит не достиг своих целей? То есть это что за цели? Поговорить с ней или что? Ну, про этого человека мы отдельно поговорим потом. А я все чаще замечаю, будто меня кто-то подменил. Кто успел, тот и сел, как говорится. Согласны. Вот, смотрите, иностранная литература, 66-й год, божечки, это же раритет на самом деле. Что тут? Романы Ян Отчинашик, Жоржи Амаду, рассказы Андрея Стили, стихи Павел Матвеев, Мэри Гилмор, критика Зверев, писатель и время Владимир Минач. Изобразительное искусство за рюшом бескрайняя песня Портинари. Ничего не знаю, ни одной фамилии, серая я личность. Но вот Быков наверняка бы сказал. ЭВМ и живой организм. А это называется радиолог. У меня была, ну, не такая другой модификации. Ну, в общем, все очень близко. Ковер. Смотрите мой выпуск про бандитский Петербург, про вот Вене Времени. О, а это Невский проспект советской эпохи, дом Елисеевых и Малосадово, еще проезжая часть, вот здесь видно. Ну, ладно, посидели, дадим девочкам сфотографироваться. А, нет, я еще раз поеду. Да ладно, ладно, идите, фотографируйтесь. Значит, там этот Челкатурин ухаживает за этой Лизой и появляется некий князь, весь из себя князь, он просто называется князь Энн. И что-то происходит, и, ну, он, князь за ней ухаживал, а потом вдруг уехал. Ну, как бы, ну, что, ну, ухаживал, уехал, казалось, что такого? Но! Я знаю, заговорила она с жаром, все меня теперь обвиняют, все бросают в меня каменями. Пусть! Я бы все-таки не применяла своего несчастья на их счастье. Нет, нет, он недолго меня любил, но он любил меня. Он никогда меня не обманывал. Он не говорил мне, что я буду его женой. Я сама никогда не думал об этом. Один бедный папаша надеялся, и теперь я еще не совсем несчастный. Мне остаются воспоминания, как бы не страшны были последствия. Что же такое случилось? Неужели, как в случае с первой любовью, когда папаша пошел к Зинаиде? Неужели здесь тоже что-то такое... А что бы об этом не написать прямым текстом? Почему нужно обо всем догадываться? Ну, потому что там людям в 19 веке было все понятно без слов, а нам вот надо, понимаете, пропускать это все. И вот хочу про победы поговорить. Ну, я уже показывал этот дом Имзина, построенный по Павловичем Сезором. Смотрите, жил поэт Некрасов, у него бывали Гончаров, Тургенев, Панаев, Фед, Аненков, Боткин, Григорович, Дружинин, Жемчужниковы, ну, это примет Кузьма Протков, Прутков, Майков, Островский, Писемский, Л.Н. Толстой, Лео Толстой. Вот здесь как раз Толстой с Тургеневым поссорились очень жестко, потому что на женском вопросе они обсуждали роман Джордж Санд, и должна была прийти жена Панаева, красавица, и было предупреждено, что при ней не заикаться об этом. А женский вопрос как раз про эмансипацию женскую, про вот это все, может, паспорт ей, наконец, выдать. Толстой был против. И вот они тут разосрались пух и прах. Я об этом уже рассказывал в предыдущем выпуске «Секс и угар русской литературы», где я хожу в костюме то ли Чебурашки, то ли Зайчика, я уж не помню в каком из них. Я столько понаснимал этого всего, что сам порой не помню. Мне там, знаете, иногда вопросы «Павел, а помните, вот вы говорили?» И я думаю, «Господи, так это же где и когда было?» В обрыве главный герой подкатывает к кузине и говорит «Но вы же не знаете сами, жаль вам или нет. Это уже много от вас зависит. Это половина победы». «А вы надеетесь на полную?» спросила она с улыбкой. «Плохой солдат, который не надеется быть генералом», сказал я. «Ну, если бы было это невозможно». Последний вопрос к кузина. «Если бы я не принял вашей дружбы, которую вы преподносите мне, как похвальная Лиза, благонравие, а задался бы задачей быть генералом, мог бы я надеяться». Какие, сука, игры слов. То есть, она ему предлагает быть солдатом, она хочет стать генералом и одержать победу. Вот к вопросу о победах. Ну, или, например, тут немножко скакнем, отцы и дети, Кирсанов. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ним мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели, но легкость торжества не охладила его. Я ее встретил, достиг победы, но торжество мое сначала как бы мне приелось, а потом я, в общем, продолжил одерживать победы. Ну, или вот, как отравленный бродил он с места на место, он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами. Кого и в чьем-то смысле, ну, где и кого он победил двумя-тремя победами? Что, в бильярде кого-то или, тогда, кстати, говорили на бильярде, играть на бильярде, а не в бильярде. Да, обыграл или что? И те, и другие считали его гордецом, и те, и другие его уважали за его отличные аристократические манеры, за слухи о его победах. Обратите внимание, ну, то есть, ты перетрахал, значит, пол светского салона, и тебя за это уважают. Слухи о его победах. Дворянское гнездо. Одно из программных произведений Ивана Сергеевича Тургенева. Одно название, да, чего стоит, дворянское гнездо. Это такое гнездо, куда прилетают дворяне. Я правильно трактую это название, да? Хорошо. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться... нам нравится ваш блог, очень круто. Да, спасибо. Особенно путешествие по барам. Вот скоро начнется новая серия, да, так что... Круть. Спасибо. Спасибо, да. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и влечься вполне. К честь его должен сказать, что он никогда не хвастался своими победами. Ну, то есть, потрахал, потрахал, но молчит. Молодец, скромняга, да. Вспомнил он отца сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой. Вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив в себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал мигая, ничего не видевшими глазами. Корочнее, рассказывать про свои победы. Про свои победы он рассказывает. И надо сказать, что, ну, особенно советские, да, исследователи, они же перелопатили там наследие и Тургенева, и Пушкина, и Толстого, и так далее. И они изучали черновики в том числе. Так вот, в черновиках было написано, цинически хвастался своими победами. То есть, вот когда цинически хвастался своими победами, обратите внимание, что все-таки Калинкор несколько другой. Но вот он убрал, Иван Сергеевич, слово цинически. Здесь, на самом деле, конечно, вот если мы посмотрим в ту степь, эта фотография, она уже не Тургеневской эпохи, но просто я подставлю, потому что там нет корпуса Бенуа, про который я рассказывал, ну, про Бенуа, про Леонте Бенуа, который его построил в выпуске на Васильевском острове. Ну, и вот, например, к вопросу о победах. У Гончарова там вот Вера же отдалась, и там был такой пассаж. Притом, одна материальная победа обладания верой не доставила бы ему полного удовлетворения, как доставила бы над всякой другой. И вот уже очередная гоупрошечка приказывает долго жить. Сука, как вообще, ну, мне хватает их на год, не знаю, на полтора максимум, они начинают сдыхать, да? сбыла на меня с реками и каналами. У нас сейчас был диалог с женщиной, которая привлекает всех на реки и каналы, привлечает. Я помню, я стоял вот там вот, на гремонале на мосту и ждал девушку. Девушка, естественно, опаздывала, а слева от меня стояла вот эта увлекательные прогулки по рекам и каналам Петербурга, приглашаем. И, короче, я просто заучил уже наизусть этот текст. И, ну, вот это вопрос контекста, да? То есть ты, как бы, иногда на экскурсии говоришь, приглашаю вас на увлекательные прогулки по рекам и каналам, но не все понимают этого прикола. Значит, в этом дворянском гнезде, Лаврецкая такая, жена Петра Андреевича была смиренница. Она, он взял ее из соседнего семи, из той по отцовскому выбору и приказанию. Звали ее Анной Павловной. И вот эта Анна Павловна рассказывает про уже нравы эпохи, ну, получается, конца 18-го, начала 19-го веков. Пьют вино, играют в домино. Поставить тебе в старости, поставьте войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом выможут, мукой посыпают, железных булавок натыкают, не отмоешься потом, а в гости без пудры нельзя обидеться. обидеться. Ну-ка. Сядь! Сядь! А ну-ка, села! А ну-ка, села! Я сказал. Не хочет? Совести нет. Совести нет. Вообще, знаете, что это вредно вообще для статуи тереть вот эти все части тела, потому что этот слой защитный слезает, и кислотность, дождей, дождливая кислотность начинает на памятник очень нехорошо влиять. Но людям-то посрать на это, конечно же. Поэтому они и трут. Все, что торчит, все трут. Что такое? Что-то там у тебя это с юбочкой случилось. Итак. Тотчас же опомнился и как был в тулупчике на бельчем меху, в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ваен Петровича, который, как нарушено, в тот день причастался а-ля Титус и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку. Ну, во-первых, прическа а-ля Титус это просто короткая прическа, причем ею даже увлекались женщины. Особенно в эпоху наполеоновскую. Я вот вам поставлю просто несколько картин, где изображается прическа а-ля Титус. И вот щегольские лосиные панталоны обтяжку. Представляете, действительно, они же носили вот такие вот обтягивающие панталоны. То есть сейчас вы приходите на улицу и мужики в таких лосинах ходят все по обтягивающих. лосиные панталоны. лосиство не по-палстански, да, что на пляхе. Так пидоры только одеваются. Ну, или Джон Бонжови, или Матли Крю. А вот в то время, пожалуйста, дальше мы переходим к роману Рудин. Еще как раз один представитель так называемого вот лишнего человека. И здесь он описывает некого Пандалевского, одного из героев этого романа в самом начале. И обратите внимание, что воспитывался где-то в Белоруссии на счет благодетельной и богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще, дамы средних лет охотно покровительствовали Константину Диомиточу. Он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы Дарьи Михайловны Лосумской в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепиано. Вопрос. А почему дамы средних лет и выше так охотно покровительствовали меня господину Пандалевскому? Может быть, потому, что он очень круто играл всевозможные мелодии, или по каким-то другим причинам? А как этот Пандалевский вел вообще себя не с дамами, которыми покровительствовали, а с более простыми? он видел возле дороги молодую и довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диамидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы руками, отворотилась и промолвила. Ступай, барин, право. Константин Диамидыч погрозил ей пальцем и велел ей принести себе Васильков. На что тебе Васильков? Винки, что ли, плесь, возразила девушка? Да ступай же, право. Послушай, моя любезная красуточка, начал было Константин Диамидыч, ну ступай, барин, и вот идут. Что же он ей такое шептал на ухо? Что вот эти телята у тебя очень красивые, наверное, да? А молочко потом от коровок, которых они будут угу, будет вообще зашибись. А тут у нас фестиваль под названием Культура рядом. Бесплатные концерты под открытым небом. И сейчас, конечно, тут стоит памятник Аникушинский. А если мы посмотрим на фотографию вот времен Тургенева, то мы видим, что здесь нету ровно счетом ничего. Более того, в начале 20 века ведь по замыслу как раз таки в том числе Бенуа, здесь должен был стоять памятник Александру Второму. Я вам сейчас подставлю иллюстрацию. Вот. Но вот это как раз контекст той эпохи. Очень любили тоже тогда естественные концерты. И для того, чтобы устроить танцы, вам не диджей надо позвать. Вам надо вот позвать такой оркестр, чтобы он начал играть игру. Так, ну, куда пойдем? Пойдем туда. Например. Так. Да, тут, кстати, подробности у этого Пандалевского. У него белой ручкой с ногтями остриженными треугольником. Да, то есть, ну, как писал Пушкин, ведь можно отдельным человеком думать о красе ногтей. Они маникюру придавали очень существенное значение. Лежнев, герой. Я в то московское время хаживал по ночам на свидания с кем бы вы думали, с молодой липой на конце моего сада. Ну, то есть, ну, но и смех и грех, как говорится. То есть, настолько у парня, ну, ему хочется чего-то, ну, помимо физического, ему хочется и душевной какой-то близости, а не, ну, нет, некому, ну, как, кому ты подкатишь? И вот он с липой встречается. Обниму ее тонкий и стройный ствол, и мне кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяет землей так, как будто действительно вся природа в него вливается. Ну, в общем, природа вливается, в сердце вливается, а потом у него уже, ну, чуть попозже что-то изливается из него. Ну, та же самая природа в переработанном виде. Не очень известный его, даже не роман, скорее, повесть, называется она «Несчастная». Значит, и там происходит такой диалог, все молодые балбесы не скупятся на самые нелепые обещания, лишь бы добиться своих целей. Опять-таки, вспоминаем, да, про цели. Ну, то есть, какая цель у молодого балбеса? Поступить в высшее учебное заведение, стать высокопоставленным чиновником. Про эти же цели, да, идет речь. не говоря об этом, ну, неужели вы же могли надеяться, что я столбовой дворянин, ну, дальше понятно, да, он выставляет условия вот этой главной героини несчастной. Тут опять про эти цели. И к этой несчастной героине, которая стала сиротой, и которой выплачивается там рента из-за оставленного капитала, подкатывает старый такой Семен Матвеевич, и ласкать старички умеют тоже, хи-хи-хи-хи. Да вот, позвольте вашу ручку, чтобы для пробы, только так для пробы. Посмотрите, какой внезапный поворот режиссера, драматургическое напряжение, коллизии судьбы и так далее. Ну, потому что камера совсем плохо себя повела, и пришлось это доснимать уже в ту эпоху, когда я хожу, как некоторые пишут, как нормальный человек, а никак не будем говорить кто. Так моя жизнь и строится. Но мы тем временем продолжаем, потому что нам надо дойти, в общем-то, до финальной точки, где находится памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу. Так я наметил этот маршрут. То есть старички умеют целовать особым образом, я так понимаю, что не только целовать, и здесь можно опять-таки прибегнуть к роману Гончарова «Обрыв», там, где Райский пытается клеить свою кузину и говорит «Да, как кузен». Естественно, по-французски называют, потому что кузен – это вообще французское слово, как у кузина. «Но чего бы я не сделал, я говорил, он глядя на нее почти пьяными глазами, чтобы целовать эту ладонь иначе, вот так». Он хотел опять целовать, она отняла руку, то есть приличие требует от вас, чтобы вы целовали, ну вот, берете ее вот так, но поцеловав ее так, он начал видать с ее рукой, делать своими губами, своим языком такие вещи, показывая ей, что он может ими делать, что она эту руку отняла. Спасибо классикам за это. к вопросу вот обрыва, бездны и так далее. В несчастные у Тургенева приходит главная героиня и говорит, я чувствую бездну, темную бездну под ногами, не подходите, не трогайте меня. Что это за бездна, почему она образовалась? Ну, потому что она, женщина падшая, она упала и вот упала она на дно этой самой бездны. Более того, когда она пришла к главному герою, он описывает реакцию хозяйки квартиры, которую он снимал. Визит незнакомой дамы, да еще в такую позднюю пору не остался для нее тайны. Ее воображение тотчас представилась зияющая бездна, на крови которой я стоял. То есть, мало того, что несчастная в бездну упала, так еще она героя своего должна была туда увлечь и он должен был пасть низко. В общем, как красиво и поэтично можно описать перепих. Вот это, кстати, между прочим, я обычно показываю эти флагшток, держатели и прочее, прочее, в неотреставрированном виде флагодержателя. А здесь, смотрите, их покрасили, и они уже напоминают как бы нечто вполне соответствующее изначальному их виду. Почему не захотела подождать, услышать горькую правду из собственных уст любимого человека, написать ему письмо наконец, как возможно так сейчас броситься в бездну вниз головой от того, что она страстно любила Фустова. Короче, вот она любила этого Фустова и бросилась в бездну вниз головой. Ну, отдалась попросту, да, но опять-таки здесь это не говорится прямым текстом. Я еще раз вам напоминаю, что вот эти все отрывки, я просто их подставляю, выдергиваю их из повествования, подставляю их тематически. И заканчивается это вот конкретно произведение несчастного, несчастное описание того, что в Петербург переехал и Фустов. Если он еще и жив и не женат, то, вероятно, и доселе не изменился. Точит и клеит, и гимнастикой занимается, и сердца пожирает по-прежнему. То есть он опять-таки покупает индюши сердечки, заливает их вином, приготовляет и пожирает их. Не иначе. Мы в наше время не говорим я пожираю сердца или он пожирает сердца, мы называем это более прямыми фразами. В дыме очень хорошая цитата. Ах ты, шалун, шалун неисправимый, подхватил снисходительный генерал, мерзавец, не слушай его, пожалуйста, комара не зашибет, он довольствуется тем, что сердца пожирает. Налево и направо одно сердце пожирал, второе пожирал. Вася. Прекрасная повесть. Я искал уединения. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Какой все-таки прекрасный, красивый, поэтичный язык. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми и со мною грешным. Сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Надо вот еще вот это взять выражение, она меня поощряла. Или я ее поощрял к тому, чтобы она упала в бездну. Например. Признаться, сказать, рана моего сердца не очень было глубоко. Ну, сейчас бы вы просто сказали признаться, мне, в общем-то, было абсолютно плевать или плохо. Вот это мне, кстати, нравится. Я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья, а главное по выражению их лиц. Ну, слушайте, ничего не изменилось с тех пор. Я действительно, оказываясь за пределами нашей необъятной родины, особенно в Европах или в Америке, ты действительно можешь узнать наших соотечественников по выражению лица. Или вот, например, смех без причины это что? Да, мы же знаем. А вот для Ивана Сергеевича, смотрите, смех без причины лучший смех на свете. В дыме очень интересно описано внешность, то, как мы сейчас и не описываем никогда особо. Госпожа Суханчикова, у нее была чахлая грудь, которая порывисто колыхалась под плоским корсетом. Ну, во-первых, вопрос, как это порывисто, сиськи тряслись или что это? Ну, то есть, ну, нет, я понимаю, что я, конечно, все это опошляю, вульгаризирую, но мне реально интересно, что значит колыхалась частная чахлая грудь под корсетом. То есть, во-первых, это же надо было уловить, это движение. Ну, то есть, твой наметанный мужской глаз должен был увидеть, как ее чахлая грудь под этим корсетом колыхается. Дальше едем. Сам, а, это не надо. Вот, кстати, потратим немного времени и я просто хочу вот вам показать, как богата наша русская речь и как можно за неимением инстаграмчиков и вообще видеосъемки описать внешность девушки. Это была девушка высокая, стройная, с несколько впалую грудью и это он просто встал или что? Мы его должны были пропустить на пешеходном переходе. Поколение непуганных деток. Извините, я отвлекусь. Я, когда первый раз попал в Нью-Йорк, меня поразило то, что там все сигналят друг другу. И вот я четко совершенно понимал, что это происходит от того, что у всех этих людей не было ситуации, когда ты бибикаешь, бибикаешь и перед тобой остановился автомобиль, выходит, в данном случае, ну, примерно на моей комплексе молодой человек с такой же прической подходит и говорит, «Слышь, что это? Что это бибикаешь, а?» И один раз я наконец нарвался на конфликтную ситуацию, что-то ор, гам, они орут друг на друга, я встал, думаю, ну, все, наконец-то уже мордобитие в Big Apple. Они обменялись, один другому протягивают визитку, в итоге говорят, значит, это телефон моего адвоката. И уехал. Я подумал, вот это огнище. Ну, давайте вот сюда нырнем, мы в этих дворах были, но мы заходили туда с другой стороны, а сейчас мы попадем сюда, отсюда. Ну, вот, например, колесоотбойный столбик эпохи Ивана Сергеевича Тургенева. Здесь просто потрясающе они расписали стену под колизей. Посмотрите, какая красота неземная. Это же огнище, я считаю. этот сбил меня, да? Опять-таки, с несколько впалую грудью, с молодыми узкими плечами, с редкую в ее лита бледно-матовой кожей, узкие плечи, это значит, что она не ходила в фитнес-зал, не раскачивала их, да? чистую и гладкую как фарфор, это кожа чистая и гладкая как фарфор, с густыми белокурыми волосами, на темные пряди, их темные пряди оригинально перемежались другими светлыми. Черты ее лица изящно, почти изысканно правильные, не вполне утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости. Но в медлительных наклонениях ее красивой шейки, в медлительных наклонениях ее красивой шейки, шейк, бэйби шейк, ой, какая неземная ляпота, да, значит, вот в этом все, в улыбке, не то рассеянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня, а в самом рисунке этих чуть улыбавшихся тонких губ этого небольшого ординого несколько сжатого носа было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для других, и для нее. Поразительные, истинные, поразительные были ее глаза и с черно-серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинной, как у египетских божеств, с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Смелым взмахом бровей. Боже! Вот что значит уметь писать прусски. Итак, насладились этими замечательными видами. Ирина ему казалась красивой и как сильно она возбуждала его чувства. Ну, это уже главная героиня, по которой он там страдал. Сначала в молодости, потом они встретились уже на отдых. Какое чувство она, интересно, в нем возбуждала. Ну, понятно, что, конечно, она его поразила в самое сердце, но все-таки. И он всякий раз любовался красивым изгибом ее блестящей шеи. Он впевал тонкий запах ее волос. Ну, опять-таки, красивый изгиб ее блестящей шеи. Насколько вы влюбуетесь красивым изгибом блестящей шеи, когда смотрите откровенные сцены в откровенных фильмах? Отрывок дальнейший. Тихо, неотразимо вам залось ему в сердце волшебные глаза. И голос звенел сладостно. И блестящие плечи, плечи молодой царицы дышали свежестью и жаром некий. Боже, плечи уже, судя по всему, не узкие плечи молодой девушки, уже раздавшиеся. Они дышали жаром неги. Вот, подходите на улице и говорите «Девушка, ваши плечи дышат жаром неги. А блестят-то они у вас как?» Ратмиров, это муж непосредственно этой главной героини, Ратмиров сумрачно посмотрел вслед своей жене. Он и тут не мог не заметить обаятельной стройности ее стана и ее движений. Обаятельная стройность стана. В «Отцах и детях» там, конечно, уже более прямым текстом все сказано. Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы, она поразила его достоинство своей осанки, обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана, красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксии. Фуксии это цветы. Ну, здесь смотрите, это, конечно, фотография уже совсем из другой эпохи, но я ее вам подставлю. Здесь, в самом начале 20 века был возведен памятник великому князю Николаю Николаевичу Мала, извините, старшему, старшему, да, ну, в честь всевозможных там побед, не столько ему, принадлежавших во время русско-турецкой войны 1977-1978 годов, нет, мы гандоны, да, все, спокойно, и мы можем узнать на самом деле вот этот вот лучковый фронтон там на заднем фоне на доме, да, и надстроенная мансарда. Вот на этой фотографии этот дом виден, но еще без надстроенной мансарды. Памятник этот не простоял без году недели, то есть его возвели в начале 20 века, и уже в 18 году он приказал долго жить, но вот, если честно, конкретно данного памятника мне не очень жалко. А что жалко, так это, конечно, то, что построено было вот это здание, это считается одной из градостроительных ошибок, и Иван Сергеевич Тургенев это, слава богу, не застал, потому что раньше отсюда открывалась красивейшая перспектива с видом на инженерный, он же Михайловский замок. Ну вот, мы сейчас вам прям покажем, что там видно за ним. То есть, вы становились в центр Манежной площади и наблюдали эту замечательную эспланаду. А увы и ах, увы и ах, да, ее вот нарушили. То есть, такие вещи происходили еще и до революции, не нужно думать, что там или советская власть, или наша демократично-капиталистическая эпоха этим страдала. Нет, такие ошибки совершались всегда. Мазаров говорит, воображаю, как ты меня расписывал. Впрочем, ну, своему вот этому корешу Аркадию, впрочем, ты поступил хорошо, вези меня. Кто бы она ни была, просто ли губернская львица или эмансипе вроде кукшиной, но только у нее такие плечи, каких я не видывал давно. Ну вот, можете ли вы представить себе ситуацию, когда вы стоите с приятелем и говорите, слушай, у нее такие плечи, ради этих плеч это поедет. Ну, наверное, все-таки не про плечи бы говорил и когда, ну, как минимум про высокую грудь, может быть, он бы упомянул. Вот, посмотрите, какая красота неземная, и она бы открывалась прямо оттуда. Ну, а это моя тоже любимая картина в наиклассическом произведении архитектурного искусства под авторством, за авторством Карла Ивановича Рости универсант пятерочка. Это примерно как высотки на Котельнической набережной, там прекрасные такие сталинско-ампирные висят люстры и под ними колбаска. Ну, собственно, вот сюда, кстати, ездил на развод 1 марта 1881 года царь Александр II, и это был его последний заезд сюда, в Манеж. Но эта тема отдельная. Эмансипе тут употребляет такое слово базаров. Эмансипе имеется в виду, то есть, это дама, которая проповедует вот раскрепощение нравов, ну, и вообще старается как-то поддерживать идеи освобождения женщин от разных так сказать закабалений, то, что получил название «Женский вопрос». Дальше Базаров говорит «Эх, Федосия Николаевна, поверьте мне, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка». Помните, опять-таки, как Гончаров любуется ее полными округлыми локтями? Вот они все, плечи, локотки, ну и дальше он точно же стряхнул головой и иронически поздравил себя с формальным поступлением в Селадоны и отправился в комнаты. Ну, то есть, Базаров почувствовал себя героем-любовником. Что такое Селадон, я как раз рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Наконец, самое такое прямое и откровенное признание, как надо относиться к женскому полу. «Нравится тебе женщина?» Говорил он. «Старайся добиться толку. А нельзя? Ну и не надо. Отвернись, земля не клином сошлась». Это он про Одинцову говорит. «Добиться толку?» Интересно, что такое добиться толку от женщины? «Давайте мы с вами подумаем. Может быть вывести ее на какой-то откровенный разговор, чтобы она раскрыла какие-то свои девичьи тайны? Или что?» «Он ловил самого себя на всякого рода постыдных мыслях, точно бес его дразнил». Это про Базарова, который относился к жизни примерно в ключе Корбюзье, относящегося к архитектуре, говорящего что дом это машина для жилья. Ну и собственно, если ты толку от женщины не добился, свет клином не сошелся. У меня в принципе был приятель, который сейчас живет в Штатах, Сашечка, большому привет, он говорил, если баба на втором свидании не дает, пошла она в баню. Примерно базаровский подход, мне кажется. Я так не считаю. да, я не Базаров. Ну и вот собственно обогатим великий русский язык словом собственно. Иван Сергеевич Тургенев здесь выглядит, конечно, как просто князь Игорь. Реально. Такой обрати внимание, что он в перчатках, естественно, мы про перчатки говорили уже неоднократно, насколько важно было приличному человеку их надевать. Очень интересно сравнить этот скульптурный портрет с портретом живописным, который написал другой великий мастер Илья Ефимович Рейпин. Его подстебывали и называли портрет гуся. То есть на самом деле, конечно, Тургенев таким не был. Но ясен красен, что любой памятник это идеализация и более того, это не только идеализация, но это как бы аллегоризация. То есть это приписывание человеку, может быть, даже каких-то черт, которыми он и не обладал. В советское время очень много было таких примеров. Самый известный, допустим, когда Гоголю, стоявший в конце нынешнего Гогольского бульвара, тогда Пречистинского, его убрали и поставили в жизнеутверждающий памятник скульптора Томского. Поэтому не нужно воспринимать Тургенева таким, как он здесь изображен, но пусть он будет таким. Это недавний памятник на самом деле. И почему здесь поставлен историю умалчивает, как бы, ну, собственно, почему и нет. Какие выводы нужно из этого всего сделать, делать и сами эти выводы, потому что, ну, я вот ничего не придумываю. Я вам цитирую реально дословно отрывки из нашей великой классической русской литературы. но, опять-таки, мы, читая это даже не между срок, а уже прямо построчную, понимаем, что все там было нормально и, в общем, остаются, конечно, вопросы о разных деталях, но это уже оставим медикам и каким-нибудь, может быть, психологам, которые этому посвящают даже прямо научные работы, как все обстояло в то время. Ну что, традиционный, как у нас говорят на славянщине, пэкшот, значит, напоминаю, что экскурсии пока идут, по выходным совершенно точно, но, может быть, еще какие-то будут у нас дополнительные опции, вечерние, следите за анонсами. Есть продажи книжечки, которые можете приобрести как на сайте, так и после экскурсии, после социальный романчик, корень, очень много отзывов получаю о нем, особенно в последнее время, можете почитать на сайте, кстати, все отзывы они там есть, книга про пиар во время русско-японской войны, с большим количеством иллюстративного ряда, говорящего о том, как работают пиар-технологии, и бестселлер уже однозначно, путеводитель Невский с перцем, богатый, иллюстрированный, вот про ту магистраль, которая, вот если туда пойти буквально за углом, каждый дом от Адмиралтейства до нынешней площади Восстания. Вся информация, которая вам необходима, есть внизу в описании по ссылкам, ну и поскольку сезон-то уже практически все, хочу напомнить вам, что если вы вдруг хотите попробовать себя в качестве гейна или экскурсовода в будущем, то у меня есть мой авторский курс, размещу там ссылку, сначала ознакомительную, небольшой, текстовую, если вам надо, пишите мне уже в личку, добавлю, у вас закрытый телеграм-канал. На этом все, с вами был гид Павел Перец, увидимся, услышимся онлайн, оффлайн, комментарии, пока!